В зоопарке Артадайду пополнение. У любимицы-посетителя и белой медведицы Колыманы появилось потомство. Сейчас медвежонок с мамой находятся в берлоге, еще на свет не выходили, поэтому точно сказать никто не может, какого пола родилось животное и сколько вообще появилось на свет медвежат. Репортаж Саргаланы Захаровой. О том, что Колымана все-таки родила, говорит ее поведение. Она уже больше месяца не выходит из своей берлоги. Она не ест, не пьет, а значит, как говорят сотрудники, у нее есть более важные дела. Новорожденные медвежата весят всего полкилограмма. Первые месяцы они набираются сил в берлоге, питаясь молоком матери. И в этот период медведица с детенышем наиболее уязвима. Главное оградить ее различных факторов беспокойств. Поэтому сейчас вольер закрыт и ходит туда только один сотрудник, который кормит Ломоносова. Ломоносов, новоиспеченный отец, сегодня расхаживает по вольеру в гордом одиночестве. Скалымана их познакомили три года назад. Тогда они были еще медвежатами. Его привезли из старейшего зоопарка в Санкт-Петербургах, где он и появился на свет. Мама Ломоносова Услада. Ломоносов это был предпоследний ребенок, последний мальчик. Всего было 18 медвежат у нашей пары. Сейчас Услада уже в преклонном возрасте, ей 29 лет. Она сейчас очень редко практически выходит на улицу. Стоит отметить, что Ломоносова передали якутскому зоопарку по договору обмена. Если у Колымана родится дочка, то ее передадут в ленинградский зоопарк. Но загадывать рано. Работники признаются, предугадать сложно не только пол, но и сколько вообще медвежат появились на свет. За один раз медведица может родить до трех детенышей. Сколько у Колыманы станет известно только тогда, когда она выведет их из берлоги. Долгожданное знакомство с новым обитателем зоопарка ожидает в марте этого года. Когда это случится, маму с малышом, скорее всего, отселят от папы, так как он может представлять угрозу для медвежонка. Специально для этого обустроили новый вольер рядом со старым. В 2016 году мы тоже получили поддержку, но эти средства построили дополнительный отсек для самки. То есть она может спокойно уже выходить с детенышем в свой вольер. Вообще самцы белых медведей очень агрессивные, но часто приносят вред, особенно малышам, поэтому их всегда разделяют. Расставание с возлюбленным может продлиться до двух лет. Именно до такого возраста медведицы выхаживают свое потомство. Только после этого пара высоединится и, возможно, порадует жителей республики еще одной радостной вестью.